Флагманский проект медиахолдинга Тверской проспект программы «Де-факто» регулярно поднимает самые животрепещущие темы. В ближайшее время в очередном выпуске программы речь пойдет о проблеме алкоголизации населения нашей страны. Ведущий Дмитрий Нечаев попробует разобраться, что стоит за пагубной привычкой помимо экономического спада или личной неустроенности граждан. Пьянство – огромная социальная проблема, с которой в России борются уже веками, но с переменным успехом. Бытует мнение, что русские пьют больше всех в мире, что это наша генетическая особенность. Но так ли это? И всегда ли Россия была олицетворением пьяного угара? Мы в числе лидеров по пьянству, да. На самом деле, в принципе, Европа вся, восточная Европа, западная часть Европы. Если мы берем Скандинавию, то у нас Финляндия, тоже достаточно высокие цифры употребления алкоголя. И Россия, по данным родным из разных источников, где-то порядка 15 литров чистого алкогольного душа населения у нас идет в год. Это очень высокие цифры, да. И все же стали больше или меньше пить в России? Этот вопрос мы задали профессору Международной академии трезвости Борису Соловьеву. Конечно, больше. То есть сейчас, ну, есть статистика, которая пошла вверх. Но сейчас немножко снижение пошло, потому что были запретительные меры, наконец-то приняты нашим правительством. Но запрет, вы знаете, что он не решает проблему как таковую. То есть нужен поворот в мозгах. И тем не менее, несмотря на очевидный вред, от употребления спиртного происходят постоянные спекуляции на предмет того, что пить надо просто умеренно. И якобы существуют дозы, безвредные и даже полезные для организма. Говорят, надо пить в меру, да. Вот такой миф мы часто слышим. А водка, она разрушает, спирт разрушает чувство меры. Поэтому этот лозунг совершенно неправильный. Героину употреблять в меру, ну, может ли прийти кому-нибудь в голову? Нет, потому что считают, вроде как, алкоголь это не наркотик. Ничего себе не наркотик. Учебник химии за девятый класс открываем опаснейший наркотический яд. Программа «Дефакто» в ближайшее время намерена провести свое расследование о причинах повального пьянства населения и о том, какой выход все же возможен из сложившейся ситуации. Следите за нашими новостями и анонсами на телеканале «Тверской проспект».